Здравствуйте! С вами Аля Пономарёва и Цитата Свободы. Подкаст для тех, кто хочет тратить поменьше времени на социальные сети. Два раза в неделю я пересказываю вам самые яркие и интересные обсуждения из Фейсбука, Твиттера, Телеграммы и Ютюба. Тема этого выпуска – украинское гражданство Александра Невзорова, новые санкции и иноагенты, блокировка VPN, 100 дней войны и новое дело Навального. В пятницу в российских СМИ появилась информация, что журналист Александр Невзоров и его жена Лидия попросили и получили украинское гражданство. Поверили в это поначалу не все, но вскоре информацию подтвердил советник министра внутренних дел Украины Антон Герасченко, а затем и сам Невзоров. В интервью Олесе Бацман на канале Дмитрия Гордона Невзоров выразил готовность сражаться за Украину на информационном фронте и сказал, что попросил гражданства из зависти к украинцам. Я же занимаюсь информационной войной. И у нас свой информационный фронт и его законы. У меня действительно есть безумное личное, абсолютно бескорыстное, дьявольские, вот сильное желание остановить войну. Остановить именно так, как я вижу ее остановку. Это уже и моя война. И поверь, она для меня не менее важна, потому что вы воюете за свою свободу, за свою землю, за свое достоинство. Я воюю против режима, который уничтожил уже Россию, доведя ее до точки абсолютного невозврата. Ведь давай посмотрим, чем эта война питается. Она, естественно, питается шизофренией Путина, она питается фашизмом в России, но она питается и народной поддержкой в России. Вот с шизофренией и с фашизмом мы ничего поддержим. Но мы можем все же, как выяснилось, лишать эту войну той народной поддержки, которая во многом является ее топливом. Потому что помимо 10-15% убежденных, лютых фашистов, которые готовы нюхать трупозные ямы и облизываться от счастья, если в них лежат украинцы. Есть люди, абсолютно неопределившиеся и вообще не знающие правды об этой войне. И, конечно, когда они это все будут узнавать, потрясение, и узнают сейчас, когда они видят кровную и лютую заинтересованность знаковых для себя людей и заинтересованность в свободе. Я от зависти, от зависти попросил паспорт, потому что вы свободная страна, потому что вы олицетворяете не только героизм, но и свободу тоже. Конечно, всего-навсего зависть, но это довольно светлая зависть. И вот об этих людях, на которых в России мой пример может оказать, скажем так, детальнирующее влияние для того, чтобы их понимание происходящего возникло, чтобы у них возник хотя бы интерес. Про-кремлевские блогеры заклеймили Невзорова как предателя и русофоба. Сергей Марков. Получение Невзоровым гражданства Украины – это почти уникальный случай, чтобы крыса сбежала на тонущий корабль. Это самый популярный анекдот сегодня. Собственно, это даже три анекдота. Второй анекдот в том, что Зеленский предоставил Невзорову гражданство за выдающиеся заслуги. Третий анекдот в том, что сейчас многие противники Путина с российским гражданством задумаются, а может тоже получить гражданство Украины. Сразу из русофобской дискриминации в Европе отползут и безвиз персональный получат. Так и заканчивается антипутинский путь. Поддержка открыта русофобского антидемократического режима, позора Европы, которым является киевский режим. Но решением Зеленского недовольны и многие украинцы. Юлия Питецкая. Это правда, что Зеленский предоставил Невзорову и его жене гражданство Украины за выдающиеся заслуги перед нашей страной. Это у Невзорова заслуги перед Украиной? Да еще выдающиеся? У бывшего советского телекиллера, автора фильма «Наши», одного из главных идеологов нашизма, движухи, из которой позже как раз и вылупились всякие ДНР и ЛНР? У бывшего доверенного лица Путина, который еще в 2012-м собирался спасать катастрофически разваливающуюся Российскую империю, а сегодня спасает Украину. Овсянникову не удалось втащить с мастер-классом по свободе и демократии. Так Глебыча втащим со всеми его редкими талантами. На этом узнике совести – клеймание, где ставить за заслуги, а мы ему гражданство. Чья это инициатива вообще? Кто идейки президенту подбрасывает с узниками совести? Президенту заняться больше нечем в разгар войны. Хоть бы с биографией этого титана духа ознакомился, прежде чем гражданство выписывать. Биографию Невзорова анатомирует на своем YouTube-канале украинский журналист Тарас Березовец. Вопрос, можно ли быть хорошим русским, в особенности, если ты ранее был депутатом Государственной Думы или работал лично доверенным лицом президента России Владимира Путина. А это было в 2012 году, когда он стал доверенным лицом тогда кандидата в президент Владимира Путина и заявлял впоследствии об этом в интервью на вопрос, не жалеете ли вы, что помогли этому человеку Путину еще раз президентом России? На что Александр Невзоров ответил. Знаете, насчет жалеть это не ко мне. У меня свои представления о морали и вообще ценности всяких морали и нравственности, поэтому я ни о чем не жалею и к любому эпизоду своей истории отношусь с одинаковой терпимостью. Также сам Невзоров неоднократно заявлял о том, что он является персоной нонграды на территории стран Балтии, Эстонии, Латвии и Литвы из-за собственного освещения в негативном ключе их борьбы за независимость. И это было, напомню, в момент развала Советского Союза, как раз накануне всех этих событий, когда происходили захваты Вильнюсского телецентра, Рижский ОМОН, Вильнюсский ОМОН, тогда он официально поддержал позицию Москвы и никогда за это также не извинился. Это возвращает нас к вопросу дискуссии. Еще раз повторю, бывают ли или могут ли быть хорошие русские, в отличие от плохих русских. По крайней мере, я не считаю на сегодняшний момент эту дискуссию законченной. И я не считаю сегодня правильным принимать такие решения, если они, конечно, принимались о предоставлении гражданства любым российским гражданам без их официального отказа. От собственной позиции, если таковая была, в части поддержки Путина, его имбирских планов, покаяние за эту позицию публичную, чего в данном случае, опять же, не произошло. Бывший пресс-секретарь правого сектора Борислав Береза задает вопрос, который волнует сейчас многих жителей Украины. Кстати, как там дела с получением гражданства тех иностранцев, кто воевал за Украину? Все получили? Нет? А почему? Чем они хуже Невзорова? Или просто надо быть в контакте с помощником министра МВД? Прежние грехи Невзорова упоминают и российские журналисты. Например, Мария Филимор с Ланин. Про Невзорова. Я все же не понимаю, как люди легко повелись на него. Ведь еще со времен его знаменитых 600 секунд, садистских и отвратительных по своей жестокости, сделавших любование патологиями и садизмом любимым зрелищем несчастных советских зрителей, уставших от советской пропаганды и клюнувших на эту гнусную приманку, мне было понятно, что он абсолютно беспринципен, что он компрометирует профессию журналиста. Я помню его провокационные постановочные съемки в Вильнюсе и в Чечне. Да он и никогда не скрывал, что он совершенно сознательно занимался фейками. Он так и отвечал мне в интервью, которое я делала с ним для своей программы «Четвертая власть» в начале 2000-х. Тогда он, на голубом глазу, ничуть не смущаясь, подтвердил. Да, все было постановочным. Вот такой я циник. Да. И сейчас невозможно смотреть на этот дешевый театр нового украинского подданного. Тьфу, народ-то опять на него ведется. Удивительно. Другие российские комментаторы считают, что относиться к Невзорову нужно как к раскаившемуся грешнику. Олег Лекманов. Вопрос о Невзорове – это, собственно, вопрос о том, принимаем ли мы зло, которое по каким-то причинам встало на сторону добра. Или боимся, что, связавшись со злом, добро само перестанет быть добром. Новость об украинском гражданстве Невзорова совпала с приездом в Украину бывшего редактора Первого канала Марины Овсянниковой. И многие критики ставят эти события в один ряд. В интервью The Insider с критиками спорит бывший телеведущий НТВ, который уже много лет живет в Киеве, Евгений Киселев. Это хорошо, что люди переходят на другую сторону баррикады, но не надо из них сразу же делать героев. Перешел, слава богу, я против того, чтобы кидать в этих людей камни, говорить, а где вы были раньше, да, а почему вы раньше не протестовали, почему вы только сейчас стали протестовать. Ну, начали протестовать, и слава богу. С прошлыми грехами их, в случае там, потом разберемся, после войны. Но и героев делать из них, мне кажется, неуместно. А Невзоров — это совершенно другая история. Александр Глебович, кстати, честно признал за собой прошлые грехи. За ним там давних грехов тоже определенное количество имеется, особенно относящихся к периоду 90-91-го годов. Слово «наше», между прочим, от него пошло. Но Невзоров четко и внятно сказал публично, и не раз, по-моему, о своих ошибках, а последние годы он является одним из самых ярких критиков, публицистов, которые, извините меня за невольный пафос, бичуют публично путинские режимы, поддерживают Украину. Но есть и украинские комментаторы, которые рады, что на их стороне будет такой сильный голос. Например, тезка известного музыканта Юрия Шевчук, бывший пресс-секретарь Федерации хоккея Украины. Невзоров — это мессия Роналду в одном флаконе для нашей информационной войны, которую, я очень верю, мы сможем теперь вести более тонко и изысканно, с присущей ему издевкой истебом, гиперболами и афоризмами. И уверен, что КПД от этого экшена будет в разы больше, чем от унылого бреда про 45-ю Чернобаевку, про вида Киева и постоянных фантазий об отсутствии у россиян орудия, личного состава и желания воевать. Живущий в Украине грузинский политик Давид Сакврылидзе считает, что случай Невзорова должен стать прецедентом. Я в целом сторонник того, чтобы Зеленский делал это системно для всех тех россиян, которые демонстративно помогают Украине. Это будет новый фронт для новой киевской Руси с центром в Киеве, как альтернатива Москве. С вами Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами. Гуманитарный коридор – программа о помощи беженцам, о сочувствии, проявленном буквально всем миром. Узкий поначалу гуманитарный коридор расширился до размеров истинной человечности. Подкаст «Гуманитарный коридор». Ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой. Слушайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Яндекс.Музыка и на других подкаст-платформах. Вы слушаете «Цитата свободы». С вами Аля Пономарева. В конце прошлой недели Евросоюз утвердил шестой пакет санкций против России. Отвещание на территории Евросоюза отключили еще несколько российских телеканалов. От системы SWIFT еще три российских банка. Но главное, в этот пакет вошел запрет на покупку, импорт и транзит из России нефти и многих нефтепродуктов. От этого запрета многие ждут чуда. И зря, считает экономист Сергей Алексашенко. «Мне кажется, что существует некое такое предубеждение или вера в то, что сейчас примут какие-то волшебные санкции, и российская экономика после этого рухнет. И у Путина немедленно кончатся деньги для того, чтобы вести войну. Вот нет таких санкций, которые обрушат российскую экономику, и нет таких санкций, которые оставят Путина без денег для того, чтобы вести войну, по крайней мере, в течение, вот на горизонте, там, шести месяцев. То есть я там дальше шести месяцев загадывать тяжело, потому что ситуация может меняться сильно, но я ответственно заявляю, что никакие санкции не помешают Путина вести войну как минимум полгода. Теперь про европейский пакет. Действительно, ключевой момент это нефтяной эмбарго, но я бы сказал так, даже не столько само по себе нефтяной эмбарго, сколько сочетание с запретом на страхование перевозок нефти танкерами. Это гораздо более серьезная мера, это гораздо более действенная мера, потому что если просто ввести эмбарго на поставки нефти в Европу, то уже все поняли, что та нефть, которая идет танкерами в Европу, она может танкерами уплыть в Индию, в Китай, еще куда-то. Вот, и если не удастся найти каких-то страховщиков таких отмороженных, которые будут страховать российскую нефть, то это будет очень действенным ударом. Но, сказав все это, я должен подчеркнуть, что эмбарго на поставки российской нефти начинает работать через 6 месяцев. То есть, с 1 декабря. И поэтому прямо сегодня, или когда опубликуют, или завтра, или через неделю, или через месяц, или через 2 месяца, ничего не изменится. В то же время не стоит думать, что российская экономика никак не страдает от санкций, пишет старший исследователь фонда Карнеги Александр Габуев. Реальность такова, что для России санкции очень болезненные, особенно в долгосрочном периоде. Страна будет двигаться к состоянию гигантского Ирана. Но способность терпеть боль из-за авторитарного режима и выученной беспомощности населения у нее куда выше, чем у западных обществ. При этом Запад от своего курса тоже не откажется. Так что драматические последствия этой войны для всего мира всем нам только предстоит увидеть. К тому же это не последний пакет санкций. Уже объявлено, что сейчас разрабатывается следующий, седьмой. Иронизирует политолог Станислав Белковский. Вероятно, санкционных пакетов в конечном счете будет 10 по числу казней египетских. Шестой пакет – это язвы и нарывы сырьезависимой РФ экономики. Следующий, седьмой пакет – громые молнии. Потом саранча, удар по аграрному сектору. Далее – тьма РФная, технологический коллапс. Ну и на финише – удар по первенцам. То есть тотальные санкции против наследников, ключевых РФ-элитариев. За наследников, правда, уже взялись. Под санкции попали дети Пескова, Елизавета и Николай, а также его жена Татьяна Навка. Кроме того, в санкционном списке оказалась Алина Кабаева. И если Путин против Путина восстать не может, у остальных чиновников соблазн должен быть очень большим, считает украинский блогер Иван Яковина. Для российской элиты последние 30 лет были долгой и очень трудной дорогой к статусу элиты мировой. Они все хотели стать мировыми элитариями. Кому-то это, кстати, даже удавалось. Кто-то там покупал себе особняки, кто-то покупал футбольные клубы, кто-то получал британские паспорта, кто-то даже получал титул британского лорда и так далее. Но большинство останавливались, конечно, на покупке домов где-нибудь в Лондоне или в Ницце с отправкой своих детей в какой-нибудь Кембридж или Оксфорд с тем, чтобы дети потом уж точно стали членами мировой элиты. И вот теперь этих детей из Оксфорда, из Итана, из Гарварда хватают за шкирку и кидают обратно в Рязань или там куда-нибудь в Мордовию. Естественно, родителям очень обидно. Они не для этого убивали своих конкурентов в течение 90-х годов, они не для этого воровали деньги миллиардами, не для этого терпели унижение от Путина в последние 20 лет, чтобы лишиться вообще всего, ради чего они вообще жили. Но сейчас вот Запад пришел за их детьми, их просто ржавой пилой вырезают из мировой элиты и выбрасывают обратно туда в Российскую Федерацию. Российские богачи, как мне кажется, если они поднимут восстание против Путина, то вот что-то подобное. То есть массовый бан для их детей на существование, на жизнь в Европе станет, собственно, чем-то таким. Российское государство тем временем продолжает пополнять списки иностранных агентов. В последнюю пятницу в них включили целый ряд довольно неожиданных фигур, в том числе бизнесмены Евгения Чичвартина, а также журналистов Алексея Пивоварова и Олега Кашина. Ксения Балецкая. Алексей Пивоваров и Олег Кашин теперь тоже иноагенты. Все жду, когда журналистов каких-нибудь госсми начнут иноагентами объявлять. Другие журналисты закончились, а Минюст уже привык пополнять списочек в пятницу вечером. Традиции, скрепы и все такое. Олег Кашин на канале у Ильи Варламова назвал это чем-то вроде достижения. Ну с какого-то момента то, что вот там тебя еще не признали иноагентом, казалось скорее да, поводом подозревать, а не мурзилка ли ты, как говорили в старину. И здесь, получив эту новость, что я теперь тоже иноагент, я прикидываю какой у меня номер трехзначный или уже четырехзначный, как когда-то с ICQ. В общем, попал в какой-то более-менее список принадлежности, к которому стоит гордиться. Я надеюсь, естественно, что это все временно и когда-нибудь в обозримом будущем вся эта репрессивная система грохнется. Но пока, по крайней мере, не планирую не ставить так называемую е** на свои социальные сети, не менять какой-то стиль жизни. В то же время многие иронизируют по поводу того, что Кашину удалось попасть сразу в два списка врагов. Соратники Навального включили его в список пособников режима, на которых следовало бы наложить санкции, а власть в список иноагентов. Александр Морозов. А уж как бился Кашин, как настойчиво конструировал из себя нелиберального патриота, сколько желчи вылил на демократическое движение, а все равно жизнь взяла свое. И теперь он в одной тесной коробочке вместе с Венедиктовым и Пархоменко, иностранный агент. Вот так оно повернулось. Есть даже теория, что список иноагентов Кашина включили с его ведома, чтобы ФБК после этого удалил его из списка пропагандистов. Но звучит это довольно неправдоподобно. Вы слушаете «Цитаты свободы» – подборку мнений и самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. Роскомнадзор развернул крупномасштабную атаку на VPN-сервисы. Многие из тех, кто привык пользоваться ими, чтобы заходить на заблокированные в России сайты, на прошедшей неделе впервые столкнулись с серьезными проблемами. Иван Сергеенко. Вот для чего Мишустину нужны были айтишники. А вы думали, чтобы цифровую экономику развивать, да? Если все продолжится в том же духе, то читать заблокированную в России медузоньку и лениво листать экстремистский Инстаграм станет гораздо сложнее. Причем пресс-секретарь президента Песков открыто говорил, что пользуются VPN, а российские власти эти самые VPN закупают. Короче говоря, все как обычно. Государству можно, тебе нельзя. Но никакие попытки блокировки не могут угнаться за развитием технологий, комментирует IT-эксперт Александр Исавнин на канале Катарикадзе и Дзятко. Для таких стран, как Китай, Иран, ряд диктатур в Юго-Восточной Азии, западным сообществом были разработаны VPN, которые совсем-совсем хорошо скрывают вообще факт того, что вы скрываете вашу информацию. Open Technology Fund, который поддерживает радиосвобода, радиосвободная Азия, радиосвободная Европа, разработал VPN, который называется Lantern, который активно используется в Китае. Их канадские соседи с севера разработали VPN, который называется Siphon. Они оба бесплатные, их можно установить в виде удобных приложений. И они очень хорошо работают в тех странах, где борются не только с контентом, но и с попытками их обхода типа VPN. Некоторые пользователи об этом знают на личном опыте. Твиттер, Лимон, Лалисы. Многие русские начали паниковать после новости о том, что в стране начнут блокировать VPN. Я живу там, где всю мою сознательную жизнь блокировали соцсети и VPN, уверяя, что это не так страшно, как кажется. Людям всего-то придется раз в месяц искать новые рабочие VPN-сервисы. В то же время пользоваться случайно найденными VPN-сервисами опасно. Лучше брать их из проверенного списка, говорит Саркис Драбинян, ведущий юрист общественной организации «Русском свобода» на канале «Живой гвоздь». Конечно, надо понимать, что и сыр бывает иногда бесплатный, но не в мышеловке, и, соответственно, и не каждый VPN одинаково полезен. Те VPN, которые условно бесплатные, они зарабатывают на том, что продают ваши данные, данные вашего интернет-серфинга третьим лицам, которые начинают вам продавать рекламу или пропихивать какие-то ненужные вам товары и услуги. Это хорошо, если только им, а могут продавать и разным правительствам, и мошенникам, и разного рода жуликам. Поэтому, конечно, прежде всего не стоит использовать большинство бесплатных VPN-решений. «Русском свобода» имеет свой рекомендательный сервис vpnlove.me. Там собраны те VPN-сервисы, которым мы доверяем, которым мы проверяли, которые мы знаем, что не продают ваши данные третьим лицам. И, конечно, надо быть очень аккуратным, потому что, естественно, наши данные – это наше все, и это ключ к нашей цифровой жизни. Тем временем исполнилось 100 дней с начала войны, о которой многие россияне, кажется, до сих пор знают очень и очень мало. Те же, кто все видят, пишут по этому поводу неутешительные посты. Марат Гельман. Про 100 дней войны, про общее, про итоги, наверное, много, и обстоятельно напишут другие. Про личную катастрофу писать не получается, так как она ничто по сравнению с тем, что произошло с украинцами. Про завтрашний день. Понятно, что режим Путина подписал себе приговор, и история приведет его в исполнение неизбежно. Но критически важно, как скоро это произойдет, и сколько еще человеческих жизней будет отдано в жертву войне. Быстрое поражение дает шанс России, части общества, ориентированной на Европу, сохраниться и провести преобразования в стране. Такие, которые бы не позволили возродиться путинизму. Если война затянется, будем иметь дело с трупом. Про себя я понял, что если бы было возможно умереть и унести с собой жизнь Путина, я бы это сделал, не раздумывая. Оппозиционный политик Леонид Гозман на канале Бакалейко и Катаев называет нынешнее положение вещей абсолютно безнадежным для россиян. Это не отрицает уже и Министерство обороны. Мы оказались в полной изоляции. Мы, как страна, как культура, полностью потеряли то уважение, которое к нам когда-то испытывали. Теперь Чехов и Толстой отдельно, а мы с вами отдельно. За эти 100 дней Владимир Путин и его команда разрушили все, что строилось в течение 30 лет. После распада Советского Союза просто все. И сегодняшняя ситуация, думаю, тяжелее, чем была в СССР. Хотя бы потому, что тогда в СССР была надежда. Ну, в последние часы и СССР, первые дни после СССР была как бы надеждой. Мы понимали, каким путем мы движемся. Сейчас нет даже этого. Российский экономист Константин Сонин видит надежду в фигуре Алексея Навального, которому 4 июня исполнилось 46 лет. В день рождения Алексея Навального я вижу хоть какой-то проблеск надежды на то, что Россия будет свободной, а лидер российской оппозиции получит возможность жить и работать, как должен жить и работать политик. На благо России. Проблеск такой. Конечно, в российском правительстве и в спецслужбах, и в армии есть множество людей, которые понимают, насколько разрушителен и порочен путинский курс. Война с Украиной, международная изоляция, регрессивное импортозамещение и примитивизация экономики, переход в сателлиты Китая по внешней политике и кадеризация внутренней и тому подобное. Независимо от отношения к прошлому и от позиций по другим вопросам, они правильно видят, что этот курс ведет к кризису и ставит под угрозу целостность России. И Навальный, пока жив, сила, которая Россию может в тяжелой ситуации объединить. А ситуация после ухода Путина будет именно очень тяжелой. И экономически, и внешнеполитически, и в военном плане. И Навальный единственный, возможно, такой лидер. Это, конечно, еще больше увеличивает желание Путина и его клики Навального убить. Но у всех остальных есть интерес в том, чтобы он был жив. В то же время недавно стало известно, что на Навального завели новое уголовное дело. Этот факт комментирует его соратник Леонид Волков на канале «Популярная политика». Алексею Навального светит до 15 лет. И в этом ничего веселого нет. Эти 15 лет не могут приплюсоваться к его нынешнему восьмилетнему сроку. Но путем частичного сложения там можно получить ООГО. Можно получить очередное устрожение режима. Его могут после этого отправить реально куда-то там на дальние севера. И в какие-то очень плохие условия. В целом его срок станет совсем каким-то ужасающим. Пугает ли это самого Алексея Навального? Как мы знаем из переписки с ним, нет, его не пугает. Он прекрасно понимает, и вы должны понимать, что срок у него пожизненный. Вопрос в том, только по чью жизнь. Россия большая страна, если на карту посмотреть, кажется. На самом деле очень маленькая, потому что для двух человек, для Владимира Путина и Алексея Навального, она слишком тесна. Ситуация давно уже, по крайней мере с 20 августа 2020 года, со дня отравления, давно уже вышла на такую отметку «либо я, либо он». Пока Путин в Кремле, Навальный будет сидеть. Как только Путин в Кремле не станет, Навальный выйдет. В этом нет ни у кого никакого сомнения. И в день рождения Навального многие желают ему главным образом крепкого здоровья и скорейшего освобождения. Борис Акунин. Огромная беда войны своим трагизмом и масштабом заслонила другое преступление – расправу над Алексеем Навальным. Сегодня у Алексея день рождения. Уже второй, который он встречает в тюрьме, а ему готовят еще и новый срок, теперь на 15 лет. Это очень красивый человек в стране, которая стала очень некрасивой, потому что сама себя изуродовала. Она тоже сидит в тюрьме и будет там оставаться до тех пор, пока не разломает решетки. Алексею Навальному – свободу. Тюремщиков России под суд. С вами была Аля Пономарева и «Цитата свободы». В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждали в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютьюбе. Слушайте нас, подписывайтесь на нас во всех возможных подкаст-приложениях, пишите комментарии, советуйте нас друзьям. До скорой встречи! Субтитры подогнал «Симон»!